Публичное обсуждение итогов социально-экономического развития не самоцель, а самый простой способ узнать, какие проблемы и вопросы волнуют жителей, насколько эффективно их решают власти на местах, напомнил коллегам глава Чуваши. Накануне итоги работы обсудили и в столице республики. За полгода нами проведено пять заседаний Чебоксарского городского собрания депутатов, на которых было принято 36 решений. Впрочем, результаты работы измеряются не числом заседаний. В случае Чебоксар их можно измерить, к примеру, количеством обновленных дворов или километрами отремонтированных дорог. Это то, что каждый день видят горожане. Большие улучшения в движении, полотно очень стало ровное, как бы асфальт в целом замечательно. Я как автолюбитель очень радуюсь, что наш город и дороги в нашем городе становятся лучше и лучше. В этом году отремонтируют еще 35 улиц или 37 километров. В текущем году выделено 823 миллиона рублей. На 1 августа завершен ремонт на 20 лет. На каждый участок была выбрана оптимальная технология ремонта. Привлекли надежных подрядчиков, уже имеющих опыт работы в Чебоксаре. Ставится задача, чтобы снизить количество дорожно-транспортных происшествий на этих дорогах в два раза по сравнению с 2017 годом. Если ездить по городу становится комфортно, то ходить не всегда. В ремонте нуждаются 186 тротуаров. Город обратился к кабинету министров с предложением предусмотреть. В дорожном фонде на это отдельное направление. Мы говорим о том, что нужно нам на сегодняшний день 600 миллионов рублей. Город сам, к сожалению, не может выделить таких средств. Мы в 2018 году, вот в этом году, потратили 20 миллионов. Но это капля в море. Поэтому не сегодня Алексею Олеговичем данная проблема была озвучена. Похожая ситуация с дворами. После того, как в городе обновили первые 25, жители оценили программу даже на условиях софинансирования. Так что теперь в перечне еще 241 объект, на который требуется более 200 миллионов рублей. При том, что городской бюджет тянет только 40 миллионов. В 2019 году столица отметит 550-летие. С учетом этого в Чебоксары и так направлено значительно больше средств, чем в другие муниципалитеты, ответил глава Чувашии на просьбу. На сегодняшний день мы не можем, мы не можем все средства направить в город, уважаемые коллеги. У нас другие муниципальные образования тоже работают в нашем процветном отношении по одинаковым условиям. Чтобы решить, как и дворы, обновить и республиканскую казну, не обанкротить, у городских властей есть время. В этом году акцент сделали на благоустройство общественных пространств. Если вы помните, то мы провели, можно сказать, полностью голосование всеобщее городское по выбору общественных территорий, где выбрали 4 общественных территории. В Кадетском парке мы в этом году сейчас полностью, вот работы идут, полным ходом, наверное, видели. 20 августа должны все работы быть завершены. Чебоксары участвуют в пяти федеральных проектах. Кроме масштабного ремонта дорог и благоустройства общественных и дворовых пространств, это строительство детских садов. К 2019 году должны открыть еще 10 и школ. Ликвидация свалок, внутренний туризм. На них в общей сложности город получил 3 миллиарда рублей. Впрочем, подведение итогов полугодия нужно не для того, чтобы похвастаться цифрами, а проанализировать ситуацию и сформулировать задачи, отметил глава региона. Ольга Пырычкина, Александр Петров, Республика. Продолжение следует... Продолжение следует...